Я люблю тебя Тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова Вот ушок, на зажглись Я шагаю с работы устала Я люблю тебя жизнь И хочу, чтобы лучше ты стала Мне немало дано Жизнь земли и равнина морская Мне известно давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Полумрак, поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо великое, дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки потом Все опять повторится сначала А как годы летят Мы грустим, седину замечая Жизнь, ты помнишь, солдат Что погибли тебя, защищая Так реку и вершись В трубных звуках весеннего гимна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Дорогие друзья Арт-группа Шлягер Поздравляет вас с наступающим праздником Дорогие наши ветераны Спасибо вам огромное за все Что вы для нас сделали Крепкого вам здоровья С праздником Великой Победы! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Со всей уверенностью можно сказать Что эта война приведет Либо к раздроблению Или к полному уничтожению Гитлеровской клики Смешны попытки идентифицировать Весь немецкий народ И немецкое государство С этой кликой Опыт истории говорит Что гитлеры приходят и уходят А народ германский И государство остается Сила Красной Армии в том Что она не знает Трассовой ненависти Которая представляет собой Источник слабости Германии Все свободолюбивые народы Противостоят национал-социалистической Германии Мы воюем с немецким солдатом Не потому, что он немец А потому, что он выполняет приказ Поработить наш народ Иосиф Сталин Приказ Народного комиссара обороны СССР Шли страшные бои Стреляет артиллерия Было очень больно Бомбежка, обстрелы Сидишь в радиостанции с наушниками И никуда не можешь отойти Надо принимать решение Страшно, очень страшно Кругом грохот Очень страшно Мы увидели, что идет Подразделение немецкой пехоты Ну, завязалась небольшая Рукопашная схватка Только отошли Вот на этом месте Рвутся немецкие снаряды А нас уже там нет И через какие-то минуты Крещу воздух, воздух Передавала самолет Ориентир Сарай Небольшая береза Дай пару морковок Фашистскому зайцу Я выстрел произвел по нему Он загорелся Горит Самый настоящий образ Горит Вот это мой первый Боевое крещение Я мало знаю о пути домой Живого победителя солдата О том, как видеть пепел Отчьей хаты И как глядеть в глаза Судьбе самой И мне не вспомнить Значит не забыть Тот первый день Те сполохи на реках Как кровь Еще почти полвека Мне оставалось Нерожденным быть Когда заря Как бешеный огонь Из ада Выйдя с запада Восстала Я не был рядом С теми Кто остался На рубеже Кровавых берегов Я не был в том бою Но те слова Под рваным небом И над снегом Красным Я помню На шоссе Волоколамском Солдат их повторял За мной Москва Я не погиб На волжских берегах Где Сталинград Был взрывами Рассвечен Успев увидеть Как врагам Навстречу Волной Мамаев Сдыбился Курган Я на дуге Где рядом Смерть И жизнь Не воевал Но тот танкист Под Курском Идущий в бой Перекрестясь По-русски Запомнился Как крик Горит фашист По Ладоге Не ехал В студерах Но как в победу Через бой И грохот Горящими глазами Мертвых окон Смотрел Непобежденный Ленинград От счастья Солнцем Плакала весна Солдаты В ливнях Солнечного света Кричали Долгожданное Победа Не веря Что закончилась Война Взлетает Красная Ракета Бьет Пулемет Неутомим И значит Нам нужна Одна Победа Одна На всех Мы за ценой Не постоим Одна На всех Мы за ценой Не постоим Доброе утро Доброе утро Доброе утро Дорогие телезрители Наконец-то Будильник шоу 5 мая Сегодня мы хотим Скать большое спасибо Во-первых Арт-группе Шлягер Которые открыли Жизнеутверждающей Песней Наш эфир Сегодня мы говорим О великом дне О великом событии В истории нашего человечества В истории нашей страны В первую очередь О дне победы О 9 мая Которое будем праздновать Скоро-скоро-скоро Совсем немножко осталось Да, и в преддверии Дня Великой Победы Мы решили отдать Весь наш сегодняшний эфир Нашим ветеранам В течение эфира Вы будете наблюдать Интервью наших ветеранов Вы будете Выслушать их истории Я думаю, что Они вас за душу Уж точно затронут Ну и конечно же Получите огромное количество Положительных эмоций От общения С такими замечательными людьми И сейчас На экране появится Интервью Константина Евгеньевича Близнецова Стрелка Который воевал на Ту-2 В войне пролетел Всю страну Участник штурма Кенигсберга Человек, который Освобождал Курилы И Сахалин Константин Евгеньевич Вы помните Утро 9 мая 45-го года Каким оно было? 9 мая 45-го года Я очень и очень Хорошо помню Но это было Что-то для меня Самое такое Выдающееся Которое мы все ждали Стояли мы в Польше Жили в Высокомазоветске В спортивном зале И спали на таких матрасах Вот как обычно И все Вдруг забегает Вася Кубачок Вася Бабай Мы его звали Васяка Бабай И начинает стрелять В потолок В спортзале Да Ну мы все поскакивали В чем дело Он как закричит Победа Но у нас У каждого под подушку Пистолет Каждый достал пистолет И в потолок И понеслась Потом слышим На аэродроме Уже с этих С пулеметов Там Механики Оружейники Они там остались Прямо на аэродроме А мы Здесь В спортзале Как начали Они там стрелять С этих Крупнокалиберных пулеметов С пушек 20-ти миллиметров Поляки испугались Думали Что снова Немцы наступали Ну а потом Конечно Мы тут Все начали Обниматься Там Ну Как праздновали Что песни пели Что было Ну а как праздновали Нам После каждого вылета По 100 грамм давали Ну и Вот эти 100 грамм Ну Поляки Конечно Угостили В общем Отметили мы хорошо Вы же участвовали В штурме Кёнигсберга Да Не Но в штурме Кёнигсберга Это раньше Это было Ну если мы Немножко окунемся В историю Если можно Помните Каким был Кёнигсберг Кёнигсберг Мы Маршрут был Проложен У нас Пятого Но Из-за погодных Условий Мы Не могли Вылететь На задание И Шестого Такие Прогалы Немного Были И вот Первый вылет Мы сделали На По Железнодорожному Узлу Кёнигсберг И вот Когда я Первый раз Увидел Кёнигсберг Он был Весь Весь Разбит До нас Его разбили Англичане Короче Коверяне Мы Мы В основном Работали По Укрепрайону По Фортам Там Другие Укрепрайоны Вокруг Кёнигсберга И По сути дела 8 Апреля Кёнигсберг Был Взять А вот Расскажите В каком Роди Войск Вы служили Чтоб Наши Телезрители Узнали Пожалуйста Я служил В авиации Сначала Добровольно Ушел С 17 Лет А в каком Году В 43 Году Я ушел Добровольно С другом В Уфе Он Не прошел Летных комиссий Я прошел Летных комиссий И был Направлен В город Уральск Ворошиловградское Летное училище Когда я Туда Прибыл Уже Почти Больше Года Мы Учились Занятия Были На Ил-2 На Штурмовик Скажите Константин Евгеньевич У вас в детстве Была мечта Летать Или Уже Война Так решила Война Собственно Когда началась Отец был Братья были Взяты И нам Всем молодым людям Таким как я Тоже хотелось Где-то Повоевать Что Дескать Мы Ну уже Повзрослели И захотелось Тоже Быть На фронте Скажите А вот В свободное от полета Время Как проводили Как-то От войны Хотелось Отдохнуть Что вы делали Да нет Мы отдыхать Особенно Не хотели Дело в том Что Мы были Молодые люди Ну и Собственно Штурман С С 23-го года Вот А командир Милин Назаров Он С 22-го Так что Все были Молодые Мало Вставали Но Что Характерно Когда Вот Началась Операция Повзятия Кенигсберга Приказ Сталин Он же Окружен Его Можно было Не брать Потому что Уже Подходили К Берлину Наши войска Ну А Сталин Сказал Кенигсберг Нужно Взять И Как Може Быстрее И Вот Как Може Быстрее Мы Возьмали Константин Евгеньевич Вас Слушать Можно Бесконечно Скажите У вас Есть Какая Книга Где Есть Ваши Воспоминания И Чтобы Передать Их Будущим Поколениям Моих Воспоминаний К Книги Нет Хочется Записать Да Но Так Чтобы Я Бел дневник Если Слишком Долго Рассказывать Когда Работал Четыре года Я в Индию Потом Работал Четыре года В Сирии Работал Это Вообще Летали Или Уже Красный Придан Как Базовый Вот И ГТТ Стукнул Меня В спину Я Упал Он На ноги Наехал На этом Моя Трудовая Деть Не закончена Давайте О хорошем Как вы думаете Какие Человеческие Качества Помогли Победить Нашему Народу Это Наше Единое Братство Это Любовь К своему Отечеству Вот я вам Сказал Что мы Вот такие Молодые Парни Хотя Я вам Не сказал Что я В то время Учился В девятом Классе В девятом Десятом Классе А к нам Был эвакуирован Завод Имени Сталина Из Баку В городе Ишимбарь И мы Работали Потому что Некому Было Работать На этом Военном Заводе И Учились И Короче Говоря Таким Молодым Парням И все Таких Хотелось Мало Нам было Этого Завода Нам Надо было Попасть На фронт Защищать Своё Отечество Ну Я не Не знаю Может там Единицы Были Такие Которые А в основном Молодой Вся Была За то Чтобы Как можно Быстрее Разгромить Нашу Фашистскую Константин Константин Евгеньевич Вам Будет Наверное Очень Много Поздравлений Но Я бы Хотел Чтобы Вы Сейчас Обратились К Молодежи Современной Что Вы Им Сказали Я Сказал Ну Как Хвалить Молодежь Свою Нахвалил Я Просто Хочу Сказать Чтобы Они Были Такими Ниже Как Мы Были Тогда Хотелось Бы Сказать Неимоверное Слава Благодарности За Вашу Победу Мы Вас Поздравляем Желаем Прожить Еще Столько Еще Больше Спасибо Дорогие Дорогие Можно Вас Обнять Пожалуйста Спасибо Большое Спасибо 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 Большое Спасибо И Вам Константин Евгеньевич Близнецов За Ваш Подвиг Мы Кланяемся Вам В ноги Говорим Большое Спасибо Крепкого Вам Здоровья Да В первую очередь Ну а сейчас Дорогие телезрители Мы напоминаем Что телефон Нашего эфира 359931 Наши партнеры Залезский фермер В частности Этот телефон Вам понадобится Для того Чтобы выиграть Замечательный приз От Залезского фермера Есть у вас Совсем немного Времени Для того Чтобы подготовиться И совсем скоро Мы озвучим вопрос Хозяйство Залезский фермер Это натуральная Вкусная И полезная продукция Мы выращиваем Корма На собственных Сельхозугодьях Собираем урожай И кормим коров На наших фермах Уже с утра Молоко Залезского фермера Попадает к нашему столу Всегда свежее И натуральное Залезский фермер Только натуральные продукты Безусловно Раз мы говорим Сегодня о дне победы О великом дне В нашей истории В истории Наших дедов Прадедов Нас Наших внуков Всего нашего поколения Всей нашей страны Мы решили Создать вопрос Который будем задавать Относительно Залезского фермера Конечно же С военными Послевоенными действиями Да Итак Дорогие друзья Внимание Вопрос Кульминации парада Победы 24 июня 45 года Стал марш Марш 200 знаменоносцев Бросавших фашистские знамена На специальный помост Под ножем мавзолея Какой элемент Формы знаменоносцев После парада Был сожжен Вместе с этим помостом Какой элемент Итак Четыре варианта ответа Каска образца 36 года Шинель Перчатки Полевая куртка С эмблемой Унтер-офицера Четыре варианта ответа Что сожгли Вместе с помостом Вместе вот этими Знаменами Немецкой Германии Итак 3599-31 Телефон прямого эфира И я так понимаю Что у нас есть звонок Уже есть звонок Алло здравствуйте Алло здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Как вас зовут? Алексей Алексей Сделайте пожалуйста Телевизор потише Либо отойдите от него Да И мы слушаем ваш ответ Я думаю что вариант А может быть Вариант какой? А? Вариант какой? А? Да Каска образца 36-го года? Да Нет К сожалению Алексей Неправильный Этот вариант оказался неправильным Неправильный вариант ответа Это значит что у нас Есть возможность Принять еще один звонок И три варианта осталось Да Телефон 3599-31 У нас уже есть звонок Варианты даже не надо озвучивать Итак Алло здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас? Светлана Светлана Доброе утро Скажите Ваш вариант ответа? Может быть В перчатке? В перчатке И это правильный ответ Действительно Светлана Вы зарабатываете корзину От залезского фирма Поздравляем вас Спасибо большое Ну а для всех Телезрителей Собственно раскроем тему Да Почему же перчатки Это было сделано С целью подчеркнуть Негодование И брезгливость С которыми вы носили Эти знамена Фашистской Германии Собственно Перчатки белые Которых вы носили Эти знамена Также были сожжены Вот Ну а сейчас друзья У нас в эфире Появится интервью Евгения Сергеевича Петухова Евгений Сергеевич Здравствуйте Вам большой привет Мы передаем отсюда Я знаю что Все ветераны Которые участвуют В нашей сегодняшней программе Смотрят по ту сторону экрана И наблюдают за нами Итак друзья Теперь ваше внимание Все на экран Евгений Сергеевич Вот у нас утренняя программа Будильник шоу Это утренняя программа Вот вы Утро 9 мая 45 года Помните? Конечно Каким оно было? Утром 9 мая Я в аккурат Стоял на посту В городе Красноярске В авиационном училище Я учился И аккурат Раздаются Выстрелы Выстрелы кругом А что такое Стрелять? Тогда каждый патрон На вес золота И отчитываться за него Должен был командир Кто командовал Этим подразделением И когда я А я дисциплинированный был Вот до сих пор Себя ненавижу За эту дисциплинированность Я ни разу не стрелял Но когда пришел А у нас В этом гарнизоне Было Такие вот Как граммофоны Черные Эти репродукторы И вот они передали Что 2 мая Я чуть-чуть Отступлю от 9 2 мая Берлин пал И я аккурат Стоял вот На посту Потом 9 мая Когда мы Утром проснулись Значит Подъем А потом Ложись Что как хочешь Все Спить и не спить А куда? А что? Победа Подписали Значит В Берлине Подписали акт Безоговорочной капитуляции И мы все На завтрак То бывало Старшина Ругается Там Какие-то Непорядки А тут Построились Баяны Поставили В средизину Строя Два баяниста У нас были И мы с такими Песнями пошли На этот завтрак И целый день Свободны были Все Как будто Ну Другого Царства Попали Война закончилась С Германией А мы же По союзническому Долгу должны были Идти И С Японией Воевать И вот эти Все Войска В теплушках Там В вагонах Все вот Едут Эшелоны За эшелоном Идут Через Красноярск А дороги Другой Там не было Куда Чтобы проехать Манжурию И туда И вот Они едут Солдаты С песнями Ковры У них А с какими Песнями Расскажите А вы знаете Военных лет Песни Огонек Вот допустим Ваша любимая Какая Вот которая Сейчас Когда слышите Вот положительные Эмоции А вы знаете Вот я все Вот эти вот Меня особенно Поразил Когда я Демберализовался В 52 году И ехали мы На пароходе Вернее На теплоходе Родина И когда вышли А нас Где-то 60 человек Демберализовалось Сразу С двух Авиационных Полков 60 человек И мы Устроили Сабантуй Как говорится Ну не Сабантуй А вечер Заказали Ресторан Все И там Прозвучала Впервые Песня Вот эта вот Битва Великих Строй Марш энтузиастов Если Может быть Вы конечно Молодые Намного знаете Но это Прекрасная Песня Вот я ее Попросил Нашу Катюшу Чтобы она Мне Нашла Слова Потому что Я Кое-что Забыл Из них Но там Такие слова Замечательные Нам нет Преград Ни моря Ни на суш Вы что-то Говорите Я тоже Заплачу Давайте не будем Вспоминать О том Что так Такие эмоции Вызывать Расскажите О фотографии В акции Бессмертный пол Правильно? Да Бессмертный пол Так вот Написано Дело в том Что Его призвали В 1938 году Мы жили В Кемеровской Области И их Перед самой Войной Где-то В это самое Или в феврале Или может быть Даже в конце С 40-го года Перевели И когда И когда Историю Знаете Когда Произошел Польшу Немец Захватил И ее Разделили Западная Украина Нам досталась И Западная Белоруссия Вот И мы там По новым Границам Границу Поставили А укреплений Никаких Остались Все старые И вот Их туда Стали перегонять Сибирские Полки Туда Чтобы укреплять Эту западную Границу Но не успели Не успели Потому что Короткий срок Был По подготовке И вот Он значит Нам написал 12 июня 18 июня Мы получили Это письмо А 22 Началась война И вот Главное у нас Ну никого не осталось Мы с матерью остались Я говорю Отца забрали На военный завод Сестру забрали На военный завод А этот Второй брат Был В этом В осенниках Подомском Это было Военные лагеря И вот Когда Вот это вот Письмо Мы получили Потом уже Стали обращаться Везде Нам Отвечали Без вести Пропавшим Мы посылали И в этот В основном Главный Архивный Комплекс У нас Под Москвой Загорск Или где-то Вот какой-то Там есть Вот такой Большой Всесоюзный Архивы Все И оттуда Нам вот так До сих пор Я не знаю Как вы отмечаете 9 мая С кем Отмечаете Есть ли Какие-то Традиции Обычно Ко мне Дети Приезжают Дети Поздравляют Меня Друзья Поздравляют Меня У меня У меня Сейчас Осталось Их Не так Много Друзей Ну И есть До сих пор С Краснознаменского района Где я работал Там Созваниваете 15 лет Позванивают Мне всегда Меня Вот Советчанин Я же Советск Восстанавливал Полностью Ну Не то Что Один я Я говорю Кинотехникум Вот я Вот этими Своими руками Был там И завхозом И кочегаром И грузчиком И экспедитором И строителем И кем я только не был Одну минутку Да Добрый Нет Они Все Вот у меня Здесь Милые люди Сидят Не дают Себе Покоя И меня Дерзают А они У тебя Были? А ну Значит придут Не мешайся нам Все Все Евгений Сергеевич У нас Конечно Безусловно Время ограничено Но я в любом случае Хочу вам сказать Большое спасибо От нас От всех Вот Я сейчас тоже Начну плакать Вот Спасибо вам большое Я вам желаю Долгих лет жизни Чтобы вы Вспоминали И ваши воспоминания Передавали Молодому поколению Я принимаю Ваше Поздравление Принимаю Ваше пожелание Спасибо Праздник Это вы знаете Очень Для меня Самый дорогой Этот праздник Я же говорю Я так Новый год Не встречаю Цветы Как неотъемлемый Символ Этого праздника Я вам дарю И я надеюсь Что будут Они вас радовать Тем более Что Спасибо большое Молодые люди Я очень рад Что вы пришли Я рад Что вот Вы Так Хорошо Относитесь Пожилым людям И просто Ну просто Вот ради Вы праздник Принесли мне И тем более Дню Победы Это вообще Спасибо вам большое Продолжение следует... 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 Ну а сейчас Мы хотим показать Кусочек интервью С Ниной Петровной Демишевой С человеком Который каждый год Собственно у нас В 9 мая Всегда появляется На наших экранах И в этот раз Она дала возможность Пообщаться с собой Собственно давайте посмотрим Итак сегодня Нина Петровна Спасибо что пустили К вам в гости Давайте с вами Немного побеседуем Ну сегодня Мои коллеги Все начинают С вопроса о том Как вообще Они запомнили Победу 9 мая А я вот хотел бы у вас спросить Как Помните ли вы вообще Как началась война Какие чувства Вы при этом испытывали Ну как началась война Естественно Как можно забыть Такой день Когда Началась война У нас В Советском Союзе Мирное Население Все И вдруг объявляют Я как раз шла по улице В Тамбове жила А в те далекие времена На столбах были Раструбы Такие радио И вдруг народ стоит Что там за объявление И вдруг объявляют Началась война Все конечно в ужас пришли Скажите Ну вы сразу поверили Или вы думали Что это не может такого быть Нет Ну как Как не может быть Когда Молотов Объявляет об этом Что без Предупреждения Без объявления Войны На нас напала Фашистская Германия Как же можно Скажите А сколько вам лет Тогда было 18 с половиной 18 с половиной Да Только Только Десятый класс Закончила И мечтала быть Балериной Потому что Танцевала с детства И Учась в девятом Десятом классе Уже работала В ансамбле Песни-пляски Тамбовской филармонии У меня трудовая книжка С тридцать девятого года Вот так Ну и Только-только Вот значит Десятый класс С горем пополам Я закончила Потому что Танцевала очень много Ну и Что же Мальчишек Сразу мобилизовали По 18 лет А мы Девчонки Пошли на курсы Детинских сестер А вы самостоятельно Или уже Ну как бы Принуждали тогда Нет Никто не принуждал Мы были воспитаны В высшей степени Патриотизма Родина Для нас была Все И вот сейчас Очень приятно Что сейчас Вводится тоже урок Будь готов Труду и обороне И тогда Был у нас Будь готов А когда мы уже Сдавали экзамен То готов ГТО Готов Труду и обороне Мы стреляли Мы рыли окопы Мы ползали По-пластонски Мы все это делали И для нас Конечно Кто Ну это Ну может быть Не все А владели Этим самым Искусством ползать И прочее Но война заставила Вот И медицина Мы пошли на медицинские курсы Потому что Нужно было Оказывать помощь Раненым Чтобы вернуть Их в строй Санитарный поезд У нас Организовался В Тамбове И мы вывозили раненых Тяжелейших раненых Далеко за Урал Иркутск Новосибирск Читу 42-й год Этот же поезд Послали на Воронежский фронт Но на Воронежском фронте Было ужасно Мы только Вывезли С Воронежа Пять санитарных Эшелонов И на нас налетели Фашистские самолеты Несмотря на то Что огромные Красные кресты Были На наших вагонах Нас бомбили В течение 20 часов Это был Какой-то Просто не рассказать Кошмар какой И от полутора тысяч Человек Которые нагружены В наш вагон Осталось живыми Сто Ну и тут Случилось такое Что начальник поезда Тогда комиссары Были Не замполиты Решили значит Оставить этих Сто человек И уйти Ну мы собрали Комсомольское собрание Как оставить Люди же Воевали Тяжелейшие раненые Ну и значит Решили так Оставить двух медсестер Вот меня И еще мою подружку Рая такая была И четыре санитара А остальные Все собрались И ушли Взяли с собой И оружие И перевязаны Материалы И продукты Все возможно И мы остались Так ни при чем Оставили нам Только Взрывчатку То Что подойдут Всякий случай Да Подойдут фашисты Подорваться Но в плен Не сдаться Мы Есть И говорим Я старшина была По званию Мне значит Вот Такое было задание Но мы Естественно Этого не сделали А мы ночью Вытащили их На носилках Они были все На шоссейную дорогу И целую неделю Там с ними были Пока воинские части Пошли в наступление И нам помогли Обработали раненых Вывезли Оттуда Сталинградский фронт Там уже В товарных вагонах Вывозили раненых Тяжелейших Если тут бомбили То там нас Расстреливали Прямой наводкой По нашим вагонам Лупили Очень тяжело было Закончилась Сталинградская операция И нас Расформировали Естественно Поезд И мне было Направлено Медико-санитарный батальон Девятого корпуса Третьей танковой Гвардейской армии Звучит серьезно Вот знак Так, где? Покажите Вот знак А, ну да Тут Т-34 Да, Т-34 И от Тулы До Праги Вот здесь Все пункты Которые были Все города Которые были Харьков, Киев, Альбов Да И Берлин Самое главное И Берлин Берлин Вон я в Берлине танцую В Эйнштаде Нина Петровна Ну вот смотрите Вы рассказываете Конечно вещи такие Которые Ну у меня аж Мурашки по коже Расскажите Ну все-таки Вам было 18 лет 19 Все-таки Молодая красивая девушка Тем более Мы вот наши фотографии Видим Уже На актрису похожа Ну это уже 45 На актрису похожа Здесь я уже В фронтовом ансабле Третий танцевый Все-таки Исполнили мечту свою Да Да А вот расскажите Как вот во время войны Может быть вы Ухаживали за собой Может быть Какой-то макияж Или развлекались Или песни были Как вы находили время Чтобы найти Какие-то минуты счастья Ну минуты счастья Служа в санитарном поезде Мы имели возможность Когда вот возили далеко У нас были классные вагоны У меня подружка была Играла на гитаре Хорошо И мы После того Как мы обслужили раненых Вечерком Мы пели песни Чистушки Чистушки? А почему бы и нет? Помните хоть одну? Да Такую приличную А мы тамбовские девчонки Мы нигде не пропадем С самолетом пойдем Отряхнемся и пойдем Пара-я-ра Ну а помимо песен Чистушки пели? Я танцевала Чичетки Да вы что Ничего себе Вот И я им Как значит Она вальсок У меня сыграет Я им чичаточку Как врежу Они А-а-а Ну и еще Значит Никогда не забуду Мы в 43-й год встречали И Значит Ну что вам спеть Ну что вам спеть Кукарачев Кукарачев Это был фильм В 39-м году Американский Вот Цветной И там значит Была эта песня Ну ее потом перевели На русский язык И я не помню Как эта актриса Наша певица пела Ну и я им тоже Я с досадой Чуть не палачев А у меня вроде вулкан Он сказал мне Кукарача А это значит таракан Пусть мглача На гитана А уж таков судьбы закон Так зачем же в таракана Ты так долго был влюблен Я кукарача Пусть кукарача Мне ли быть иной Я не заплачу А не заплачу Все равно Ты будешь мой Я прям перенесся туда И понял Как было весело Вашим сослуживцам Служило Очень тяжело было Сутки Двое Трое Беспреримно Идут бои И идут раненые 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 А вот И хирург У нас женщина Падала буквально В обморок У стола Операционного Потому что Некогда было Не поесть Не попить Не отдохнуть Это даже не было так Что отработал Восемь часов До другой смены Тут как включился В начале войны Так и до конца Так и не включился Да Ну и ладно И когда значит Закончилась Вот эта операция Курска Курска Орловская дуга В медсанбате Мы значит Уже к Украине пошли Приезжает к нам С передовой Ленинфронта С пехоты Врач И значит Говорит Что вот У меня всех Медсестер побило Может быть Кто-то из вас Желает Служить В пехотной роте С инструктором Я подняла руку Подружка моя С ней не расставались И пошли мы Вот В пехоту Когда пришла В пехоту Я из медсанбата Смеялись Надо мной Солдаты И говорили Ну ты как Марсианка Не умеешь Подмотать Портянки Ну я Кое-как Портянки Подмотала Насупилась В строй В строй Солдатский Стала Шагали мы Весь день До самой ночи Устали все Замочились Все очень А у меня Уж так раздулись Пятки Что на запах Полопались заплатки В глазах моих Стоялись слезы От этой жуткой И ужасной прозы А вечером Строили привалы Нам на пригорке Солдаты дали Покурить Махорки И говорили Ну что ты За воин Когда ты плачешь От мозольной боли А увидав Растертые в кровь Ноги Все удивились Моему терпению И воле Мой первый марш 25-километровый Залитый Весь солдатской Кровью А после марша Сразу в бой Подзабывание Катюш И минометный вой И первые раненые Метавшиеся в агонии Державшие глаз На окровавленной Ладони Ну и так там Кричит там Кричит там Кричит Надо всем Оказать помощь И вот Девчонки Тащишь его Вот такой вот Мужик Здоровый На плащ-палатке Или как-то И слезы текут И сопли текут И что только Не течет Но все равно Его тащат Ему нужно Оказать помощь И чтобы ему Оказать помощь Его нужно куда-то Затащить Или в воронку Или в какие-то кустыки Чтобы не расстреляли Немцы Тут же Вот был случай Вот за что я получил Орден Красной Звезды Во время Перевязки Ползут два немца К нам Естественно Или в плен Хотели взять Или убить Я бросила гранату Одного убила Другого сдала В плен Было и такое Потому что А там автомата У меня не было Я все время На четвереньках Ползала И там автомат Но у меня был Парабелл Мне подарили Такое А гранаты Это же у каждого Пехотинца Две гранаты Лимонки И вот так Я на передовой Ленинфронта В пехотной роте И вот наш батальон Форсировал Днепр На Украине Когда Освобождали мы Украину В районе Там деревни Малые Великие Букрыные Очень тяжелая Переправа была Ночью Надо было Переправиться Тайно Ну как тайно Тут разведкой Фонари повесили Немцы Стали стрелять Но Наш батальон Выполнил Это Задание Такое А задание было Такое Форсировать Вызвать огонь На себя Завязать бой С тем Чтобы дать возможность Переправиться Другим частям Нашей армии Через Днепр И вот За этот Такой Массовый Героический Поступок С нашего батальона 32 человека Получили звание Героя Советского Союза Это очень Очень редко Бывает И уже Стали подходить К Киеву И приказ Сталина 7 ноября Праздник Чтобы Киев Был освобожден И вот Наши танки С сожженными фарами С сиренами Ночью На фашистов Выгнали К чертовой матери И когда Вот мы входили 7 ноября Господи Нас встречали Все с радостью С хлебом с солью Со слезами Вот И сразу Наши кухни Начали Сразу работать Сразу этих деток Вытаскивают из подвалов Тут кормят всех Это был такой Триумф Нина Петровна А расскажите Вот ваши чувства Ваши эмоции Да Вот так Значит Конец 44-го года Вдруг меня Откомандировывает Политотдел Армии И значит Я была такая Нарядная Очень рваные Сапоги Рваные Брюки Рваные Рваные По моде Все по моде Тут санитарная сумка Полевая сумка Тут парабел На бинтах Все привязан Варежки висят Да И гранаты На меня как посмотрел Вот тут артистка Я говорю Какой артист А ты знаешь зачем тебе Никак нет Будешь Плясать В фронтовом Ансамбле Песни-пляски Третья танковая армия Это видимо слухи дошли Когда вы В поезде Чистушки А потом Документы У меня же и трудовая книжка Была уже С тех времен В троих дедах Была написана Ну а потом На каждом Я сейчас Вот Сейчас вспомнитесь Только сидя могу Ну случилось так Что бабушка В которой Поселили меня Это я помылась Дочка Сейчас мы твоих вошек Всех я сейчас Печку штоплю И твое обмундирование Твое положим И все вошки твои лопнут Вошки лопнули Обмундирование Сгорело Остались без одежи Да Благо старшина Подарила мне Свои трусы Вот я Значит Новая мода А я ему Четко Да А спрашивают А что это она Все время В пшенели ходит Сверху Я же в пшенели А мужики Там говорят Да у нее сгорело Обмундирование Все значит Так вот в трусах Вдруг мой Демишев Будущий Мой муж Дарит мне Юбку Хбшную Черную Я такая радостная В юбке Я в юбке А потом Выясняется Что он эту юбку Стащил У бабушки В которой живет Меня вызывает Начальник Это старшина Скворцов Откуда юбку Демишев подарил А ты знаешь Откуда Никак нет Бабушку обокрал У которой живет Юбку снять Вернуть Демишеву Чтобы он бабки Бабка Командующему Так что я Опять без юбки Опять в трусах Ну потом Нас хорошо Очень одели Специально Сделали Значит Нам форму Такую Хор был Очень хороший Оркестр Танцевальная Группа Хор руководил Из краснознаменного Ансамбля Мусин такой Хормейстер Балетмейстер Был из Ленинградского Театра Вот И мы давали Концерт Ну буквально На передовой Перед боем Солдаты сидят И мы даем Концерты Или машина Открываем Борта Вот такая сцена Была Или значит Как-то там Бригады разбивались На бригады Давали концерты Тут же бомбили Так же погибали Так же у меня была Санитарная сумка Ничего почти не изменилось Ну и вот Когда уже Наша армия Подошла К Берлину Так Самая Кульминация Кульминация Вот И наша Третья танковая Тоже самое Так же Как Киев брала Сожженными фарами Сиренами В Берлин В Берлин И 2 мая 45-го года Наш ансамбль Давал концерты Стенри И 9 мая 45-го года День Победы Мы встречали Уже в Праге И в Праге День Победы В Берлин День Победы Спасибо Большое спасибо Нина Петровна Еще раз Вас с праздником И крепкого здоровья Вам и вашим близким Ну а далее Одна из наших коллег Евгения Стравухова Тоже имела Возможность общаться И честь В том числе Общаться С ветеранами Великой Отечественной войны А именно С Натальей Иванной Перевай Война настигла Ее в 18 лет В школьном классе Помнит себя на совсем юной Девушке в голубом берете В цвет мирного неба Мирного неба Которое она смогла Увидеть через 4 года Давайте посмотрим Интервью Наталья Ивановна Знаете Хочется начать Наверное С того Как Вы узнали О том Что началась война В июне месяце Когда началась война Я была Заведующей Клуба Колхозного Скажите Сколько вам было лет На тот момент 18 18 лет Совсем юная девушка Я была в клубе Был у нас фильм Но когда закончился фильм Устроили маленькие танцы Потанцевали И разошлись 12 или в час дня домой Дождик был Такая какая-то Была погода Хорошая Пасмурная Тихая Было еще темно И вдруг папа заходит В царство небесное ему Заходит и говорит Девчата А сестра Объявили Объявили Что началась война Я говорю Какая война Как Какая война И вдруг От калитки Кричат мне Наташа Иди открывай клуб Представители С военкомата Приехали Это рано 6 часов утра Я пришла Открыла клуб Собрались Люди Собрались Военком Не военком А представители Военкомата Приехали Ну и стали Говорить о том Что в 4 часа Началась война Скажите Наталья Ивановна Вот на тот момент Когда вы были Совсем юная девушка 18-летняя Кем вы мечтали стать Какая у вас была мечта Я учительница Я любила детей И люблю детей И я В школе проработала Некоторое время Это была моя профессия Я Направлена была На воспитание детей И вот Часов наверное 8 или 9 Подъезжают Грузовые машины Грузовики Забирают всю Молодежь Которая Должна была В армию Идти в сентябре Месяце И брат мой Крыша попал туда Ну и И все Началась война Страшное дело Какое участие принимали? Вот я вам расскажу 1 июля При райкоме партии Нашего района Был организован Отряд народного ополчения Молодежь записалась Я в первую очередь Туда записалась Ну же я и комсомолец была Я уже была Кандидатом партии То есть сомнений у вас не было? Никакого сомнения Я записалась И июнь Июнь Июль Ау Сентябрь И до 12 октября Мы были В ополчении И называли его Штаб изребительного батальона Скажите, а вам не страшно было? Страшно было Страшно было Потому что Каждый день Нас готовили И девчонок Нас было трое И санитарки Нас готовили И как Как фугаски с крыши Снимать готовили И как перевязки делать И как перевязки делать И многому чему учили И вот 12 октября Это уже Мы знали о том Что немцы подошли К перекопу Уже мы знали Уже Уже страх души Нас уже в казарное положение Перевели А казарное положение Сделали Большая Десятилетка Школа была И в этой школе Поставили Эти Какие-то там Кровати Железные Я уже не помню Короче говоря Мы были на казарном положении И 12 октября 11 октября Вечером Наш начальник Штаба истребительного батальона Сурмилов Приходит И говорит Получили приказ Мы снимаемся с места А у нас Полуторка была Трактор был Тягач И две подводы И мы все это Там какое-то хозяйство Я уже не помню Что Ну все это На транспорт погрузили И 12 октября Во второй половине дня Мы вышли Из Кировского района И нам говорят О том Что мы идем По направлению На встречу В сторону Джанкоя На встречу С Красной армией А потом Куда будет приказ Неизвестно Доходим мы В одно село Называется Золотое поле Село Это было Два часа ночи И получаем Приказ Остановиться На передишку Ну остановились На передишку Нас троих В одной Какой-то хатке Определили Трое девчонок Остальные там Мужчины Которые в отряде Были Мальчишки Не знаю Где по квартирам Она нам бросила Матрас Мы втроем Так как Как были в одежде Так мы Одно только то Что нам выдали Белые косынки С красным крестом Мы эти косынки Сняли Под подушки Положили Лили спать Спали мы Не спали И вдруг Слышим Какой-то крик Поднимаемся А хозяйка Заходит Девчата Немцы Ой Мы настолько Испугались Понять А хатка татарская Невысокие Окошко От земли В окошко Смотрим А по дороге Обозы Уже Обозы Идут Ну Оказывается Что это Не немцы Шли за нами Первые Наверное Когда мы Вошли в село Этого я не знаю Но я так предполагаю Когда мы вошли в село То Разведка Мотоцикла Немецких Прошла за нами И они пошли На Феодосию А это шли Уже румынские войска Это уже румыне шли Наталья Ивановна Скажите Вот Конечно Были Очень Очень Страшные Моменты Да Но все-таки Что-то Ведь помогало Были Какие-то Песни Были Какие-то Вот Воспоминания Которые Хочется Хочется Вспомнить Хочется Еще Пережить Вот есть У вас Какие-то Радостные Моменты Связанные С Тем С тем Времени От военного Времени От военного Радостных Событий Нет Была облава В феврале Месяце 43-го года Была Облавана Людей Пришли В село Машины Большие машины Крытие машины И Просто Вылавливали Как животных Где кого Поймали И вот Два мальчика С нашей группы Попало И неизвестные И зять Это мои Старшие Сестры Муж Тоже Забрали Я сама Своими глазами Видела Это страшные События Военные И мальчишки Эти не вернулись Это очень страшно Ну а радостных Событий Радостных Событий Может быть Какой-то Проблеск Какой-то Вот Небольшой Момент Который Ну В военное Время Этого Не было Не было Нет Скажите А вот Любовь Была Может быть Какая-то У вас История Того Времени Связанная Нет Преследовала Все время Чувство Сдержанности Чувство Страха Чувство Ответственности Я еще раз Повторяю Мы были Патриотами Есть ли у вас Какая-то песня Которая Военная Вот Которую вы Слышите И на душе Становится Как-то Приятно Тепло Да Это Знаете Лихо На сердце Катюшу Потому что У меня Внучка Катюша Скажите А вот Извините Вы упомянули Что были Втроем Три девушки Остались У вас Какие-то Друзья Из военных Лет С военного Времени Которые Возможно Еще живы Или дружба С которыми Продлилась На долгие Долгие годы Да Вот я вам покажу Это Коля Поляков Да все там остались Потому что Я же там жила В этом селе И много У нас группа Большая Подпольная Организация Партизанского Движения У нас было Двадцать девять Человек Группа Большая была Это уже Мы узнали После войны Когда закончилась Война Скажите А вот Если вспомнить Тот день Когда закончилась Война А Когда закончилась Да Вот расскажите О своих эмоциях Когда вы узнали Об этом Ну вот Когда кончилась Война Я поступила В Ялкинское Педучилище Ну Учиться Было Одно то что Не за что А второе то что Учителей Не было в Крыму И нам Продолжили Пойдете Работать Будете работать И заочно Учиться Я согласилась Открывается у меня Дверь Часо наверное В девять Или в десять Открывается Коридор дверь И она Наталья Ивановна Выходите Детьми Я говорю Куда выходить Детьми Выходите Детьми И все И бежало Я выхожу Мария Карповна Царство Небесное Учительница Литературы Я говорю Почему мне сказали Что выходить Детьми Наталья Ивановна Война Кончилась И вы знаете Мы с этой Ириной Ивановной Вышли Дети И все люди Убежали К конторе А мы вышли Дождик идет Сели на скамейке И обе плакали Вот не могу До сих пор Вам передать Это чувство Сидим С Ириной Ивановной И плащем Наталья Ивановна Я хочу вам сказать Огромное спасибо Эти судьбы Это Самое меньшее Что мы можем вам подарить Спасибо вам Спасибо вам большое Здоровья вам Это самое-самое главное Герои неба Ночные ведьмы Легендарный женский авиаполк 588-й Позднее 46-й Гвардейский ночной Бомбардировочный полк Был создан в октябре 1941-го Им командовала Евдокия Бершанская Все остальные должности Тоже занимали женщины Летчицы выполняли Задания на легкомоторных самолетах Наиболее ожесточенные бои С участием 46-го полка Происходили при прорыве Голубой линии врага На Таманском полуострове Экипажам приходилось За ночь подниматься в небо До 12 раз Даже враги поражались Бесстрашию и боевой выучке Наших женщин-авиаторов Ночными ведьмами Их прозвали за бесстрашие И боевую выучку В феврале 1943-го года Полку было присвоено Звание Гвардейский И еще через полгода Его удостоили Наименование Таманский 23 женщины-авиатора Были удостоены звания Героя Советского Союза Мы помним наших героев Российское военно-историческое общество Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Герои неба Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Полеты проходили в сложнейших погодных условиях над безлюдными районами За годы войны по авиалинии А.Сип «Для нужд фронта было переброшено почти 8 тысяч боевых машин память о подвиге летчиков увековеченна в нескольких монументах в их числе мемориалы на Аляске и в Якутске Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество. Ветеран Великой Отечественной войны Альберт Оскарович Тинт встретил войну в 15 лет. О том, каково увидеть лицо войны, страшно войны, когда ты еще ребенок, прямо сейчас и расскажет он в интервью. Все мои коллеги задавали один и тот же вопрос, и я не буду умничать, задам его же. Утро. 9 мая. Где были вы? Как вас застала победа? Меня застала победа. Вы, наверное, не знаете, а на западе Латвии есть такая земля Курляндия. Вот там было окружено немцев 440 тысяч. Это я сейчас, конечно, узнал. Это почти в три раза больше, чем в Калининграде, в Кенисберге. И если бы эта масса пошла сюда, она бы смяла все. Ее надо было останавливать. Пять раз пытались уничтожить эту группировку, так и не могли. Вот и я был брошен туда, с этим 8-м эстонским корпусом, чтобы предотвратить движение сюда. Меня, значит, ранило, как бронепоезд, вторгся в наши порядки и стрелял из пушек. И у меня был удар в спину, в плечо и потихоньку в ногу. Спину не сильно, был бы позвоночник разбит, плечо мимо прошло, плечо осталось целое. А у ноги осколок и сейчас сидит. Остался осколок? Да, осколок остался. Небольшой осколок сидит вот уже. 72 года. Да, 72 года. Представляете? Да. И вот меня, значит, вытащили в госпиталь. Где-то дней 40 я отвалялся в госпитале. Я просил, чтобы мне прооперировали, вытащили осколок. Говорят, нет, на фронте люди нужны. Оттуда в часть. На другой день должны были идти в наступление. Ночью шум, крик, стрельба. Я схватил тоже автомат, выскочил. Конец войны. Конец войны. Вот так меня захватил. Конец войны. А вы это почувствовали сразу? Ведь понятно, что конец войны. Был подписан документ. Мы же ничего не знали. Что солдат знает? Вот, я о том и говорю. Что солдат почувствовал? Ну, солдат-то ничего не знал. Я хочу о другом. Я объясню вам, чего хотела бы... Я знаю, чего вы хотите, а чего я вам не могу дать. И чего же я хочу? Смотрите, о том, как шел сам ход войны, плюс-минус мы знаем, источников очень много. Сейчас открыты все архивы. В интернете много разных точек зрения. Много фильмов об этом снято. Но я хочу услышать вашу историю. Вот вы попали на фронт, когда вам 15 было? Ну, я попал не на фронт, я попал. А куда? Это было в оборонительных сооружении, когда мне не было еще 16. Это где было? Вот эти руки были сплошные мозоли. Это было под Лугой. Знаете, город Лугой? Луга, не знаю, где Луга. 140 километров на юг от Ленинграда. Вот. Вот Жданов обратился к Сталину с разрешением мобилизовать людей на строительство оборонительных сооружений. А вы там были самые юные или были еще, может, младшие? Да уж куда юнее. Ну да. Вот. И погонный метр. Это противотанкового рва. Один погонный метр на человека. Сутки. Пока не вырвешь, не уйдешь. Иногда 16 часов. Вот. 10 человек, 10 метров. Что это за сооружение? 12 метров ширина, 3 метра глубина. Ого! Да. Я потом высчитал 12 кубометров. Последние кубометры надо было два раза перебрасывать, чтобы на такую высоту выбросить. А скажите, вы туда пошли, потому что так было нужно? Или вы действительно чувствовали, что вы не хотите остаться дома в стороне? Я прорвался туда. Даже так? Да. Вы не представляете, какие мы были. Не представляю. Потому и спрашиваю. Вы не представляете, какие мы были сумасшедшие. Какие? Как в Северной Корее. Сейчас? Да. Вот такие? Такие, да. Но это у вас от души шло? От души. От воспитания. Угу. От воспитания. От воспитания. От школы, от комсомола, от пионерии. Вот от этого шло. Когда вы первый раз попали на фронт, сколько вам было? Когда вы увидели войну в лицо? Ой, мам. Это тяжело рассказывать и неохота рассказывать. Больно, потому что? Но, видимо, придется. Как хотите, как чувствуете? Значит так. Я на Невском пятачке был мальчишкой. Мы туда переправлялись нелегально с красноармейцами на лодках. Там нам немножко давали хлеб, сухариков. Мы им помогали строить траншеи, воронительные сооружения. Даже использовали трупы. Как? А так, чтобы нарастить, клали. Чтобы поглубже траншея была, клали. А как быстро человеческая психика привыкает к такому? А довольно быстро. Быстро? Наверное, когда молодой, так еще быстрее. Я же всего этого не мог понять. Я не мог знать. Вот это отвращение, это, знаете, человеческие чувства. Как же так сегодня он был с тобой, а тут это самое. Положить его, чтобы за него прятаться. И мы на этом пятачке дожили до дистрофии. Вот. И нас начали эвакуировать по дороге жизни. Вот. Выбросили на большую землю, а там дальше иди, как хочешь. Вот. Это Новая Ладога. Вот. Мы вдвоем с парнем посмотрели получше дом, пошли, зашли к тетушке. Она нас очень хорошо приняла. У нее очень много было сухарей, потому что баржи немцы с продовольствием бомбили. Мука плавала мешками, они баграми ее ловили. И таким образом у них эти сухари были. Угу. Я знал, что нельзя есть после этой самой блокады, после дистрофии. А откуда вы знали в 15 лет? Ну, знал, конечно, я не знаю, откуда это, но знал я это. Угу. Вот. Но я не мог устоять. Я все-таки сухариков наелся. Вот. И я ночь крутился волчком. Я мог остаться на том свете. Вот. Заворот кишок бывает. Ну, вот. Дальше. Тихвин был взят немцами. Значит, дорога шла по болотам. Ну, замерзше все было. Мороз 30 градусов был. Ну, эшелон-то шел на восток. Я не знаю, куда. Может, Свердловск, может, еще куда. А я в станции Буй Ярославской области вышел, пересел на поезд и в Ярославль. В 6 часов утра стучу в дверь. Мать думает, какой-то солдатик пришел. Что-то ему надо. И потом разглядела, бросилась. А мать меня уже хоронила. Ну, мальчишка попал в Ленинградскую блокаду. Ни писем, ничего, никаких хвестей нет. Сколько вас не было дома? Сколько вы отсутствовали? Значит, я уехал летом. А приехал... Приехал я зимой. Полгода. В наше мирное время, если, к примеру, вот каждый из нас уедет из дома, за полгода, ну, с нами, в принципе, ничего не может случиться такого, а что нас как-то очень сильно изменит. Вы, наверное, за эти полгода просто другим человеком стали. Я должен был, не должен был выжить за эти полгода. Да. Потому что кругом смерть бушевала. Я вот верующим говорю, я никогда не веровал. У нас никогда икон не было, ничего не было. Вот. Так вот, верующих побило рядом со мной уйму, а меня оставило. Ну, тут... Вот, говорят, Бог тебе это решил оставить тебя. Вот так вот. И хорошо, что решил оставить. Шаг, шаг вправо, шаг влево, могла быть смерть. Я сел между колен здорового эстонца. Немцы бомбили, его убило. Он спас мне жизнь своим телом. Слышу обмяк. А я остался жив. Таких случаев было очень много. Скажите, а помимо смерти, помимо ужаса, все-таки были, наверное, другие истории? Вы были, может быть, или свидетели, вы или, может быть, участниками каких-нибудь красивых историй любви? Все-таки девочки... Пожалуй, нет. Нет? Нет. Потому что женщины в нашем обществе крайняя редкость. Ну, а медсестры как же? В госпиталях там... А медсестры – это не нашего уровня. А-а-а! Да, конечно. А что это так? А так потому, что там есть командиры, красивые, одеты хорошо. А мы же в обмотках ходили всю жизнь. Я в обмотках ходил, наверное, года четыре. Знаете, что такое обмотки? Нет? Нет, не знаете. Значит, в ботинке, а здесь еще обмотки. Вот у меня сейчас тоже... Это вот осколок ваш? Это тоже обмотки. Нет, осколок вот здесь у меня. А-а-а! Но он как-то ничего, живет. Вот так. Так что это было... А потом такое питание. Не до любви. Абсолютно не до любви. Но весне радовались? А? Весне радовались? Ну, конечно, радовались. Радовались весне. Ну, когда с боев выходили на переформирование, на пополнение. Вот. Учения какие-нибудь, где-нибудь лежишь, смотришь, это самое, муравьи. Жука поймаешь, слепня, муравью дашь. Один-два муравья, так он унесет. А три уже его удержат. Это мои наблюдения. Отвлекались как могли, да, от этого ужаса? Да, да, конечно, конечно, конечно. Письма какие-то были с фронта? Связь получалась держать? Письма писали, но условий не было писать. Нечем писать, ни на чем писать. Вот. Ну, и какого-то желания не было. Мы... Это безобразие, конечно. А не было желания почему? Потому что ничего хорошего вы не могли рассказать, а плохое не хотелось? Конечно, конечно, конечно. Вот так вот. Так что перед вами человек, который прошел, ну, столько этих самых тяжелых моментов, вот, и как-то остался жив. Дорогой мой, у нас, к сожалению, время закончилось. Я вот, знаете, вот каждое 9 мая я задаю себе вопрос. Если бы я оказалась бы там... Делала бы то же самое. Не уверена. Я не уверена, клянусь вам. Цветы женщинам, а мне-то что? Вы знаете, Альберт Оскарович, победа – это общий праздник. Он, знаете, как в окопах же не было ни мужчин, ни женщин, вот говорят, да, были бойцы. И я вот вам, нам, вот всему миру искренне желаю, чтобы вот те жуткие воспоминания больше никогда никому в жизнь не приходили. Чтобы закончились все войны. Ну, вы же лезете с этими вопросами. Лезу. И хорошо, что лезу. А знаете, почему лезу? Чтобы, вот, к примеру, мои дети, мои внуки знали, как это ужасно, как это противоестественно, и чтобы больше никогда не было войн. Жизнь настолько сложная стала, что просто ужас. Это правда. Просто ужас. Пусть полегче будет. Пусть полегче будет. Нет, это ничего. Я доживу. Все-таки мне 93-й год. Спасибо вам большое, дорогой. Ну, знаете, что особенно приятно? Несмотря на то, что воспоминания действительно тяжелые, и вот мы сидели в студии и все это смотрели, конечно же, очень тяжело, и эмоции такие вызывают определенные. Но люди с улыбкой, с улыбкой все равно с нами общались. Мы хотели бы поблагодарить всех ветеранов, которые принимали участие в нашем сегодняшнем эфире, а это Константин Евгеньевич Близнецов, Евгений Сергеевич Петухов, Нина Петровна Демешева, Наталья Ивановна Перевай, Альберт Оскарович Тин. Хочется сказать вам слова благодарности и нашего глубочайшего уважения к вам. Да, за мирное небо над головой. Огромное вам спасибо от всей нашей редакции, от всего телеканала «Каскад». Да что там говорить? От всего нашего поколения. Огромное-огромное спасибо за мирное небо над головой. Повторюсь, как раз-таки об этом мирном небе сейчас мы вам и расскажем. Субтитры сделал DimaTorzok «Плюс 10». В Москве также солнечно и до 12 тепла. В Калининграде 5 мая облачно временами кратковременные дожди. Температура воздуха днем 15 градусов со знаком «плюс», ночью до 7 тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений. Ну а мы спешим вам пожелать хороших праздничных дней и поздравить с праздником Великой Победы. Уже многие годы идет акция «Бессмертный полк». И этот год не станет исключением. Мы помним, мы помним наших предков, мы чтим то, что сделали свои годы в годы Великой Отечественной войны. И, собственно, парад такой же пройдет и в городе Калининграде. Да, и многие сейчас говорят, что, безусловно, каждый год этот парад набирает все больше и больше оборотов, все больше людей принимает в нем участие. В этом году, говорят, будет поставлен новый рекорд. Кроме этого, дорогие друзья, мы вас приглашаем посетить парад на 9 мая, который пройдет здесь у нас в Калининграде. Мы обязательно будем говорить и вспоминать с улыбкой, говорить о тех, кто поедет в Москву и будет принимать участие в параде. О молодых людях, которые там ежегодно, так сказать, вышагивают и, собственно, которые создают вот это настроение победы. И все это благодаря нашим ветеранам. Еще раз большое вам огромное спасибо. Но, коснувшись, так сказать, этого бессмертного полка, такой организационный момент, чтобы все понимали, что будет происходить. Шествие будет начинаться от площади Победы к памятникам 1200 гвардейцам. Соответственно, если вы имеете автомобиль, будьте внимательны, потому что дороги будут перекрыты и Черняховского, и Гвардейский проспект. Поэтому выбирайте бездные пути. А если говорить о количестве человек, то во всех муниципалитетах Калининградской области по средним подсчетам в акции будет участвовать более 30 тысяч человек. Представляете, насколько память еще жива в наших сердцах. Я думаю, что это хороший пример нашим детям, нашим внукам. Поэтому, друзья, если вы еще не успели подготовиться к этой акции, спешите. Я думаю, что время еще есть, и никто вам не откажет от того, чтобы специальным образом оборудоваться, орудить фотографии, их обработать. Потому что принять участие в такой акции – это огромная честь. Причем, насколько я знаю, что есть конторы, которые делают это бесплатно абсолютно. И так и ситуация на дорогах. Многие из нас все равно сегодня в пятничный финальный день этой недели торопятся на работу. Да, и друзья, не забывайте о том, что сегодня вечером будет репетиция парада, поэтому посмотрите в интернете схему, как можно будет объезжать все пробки. На перекрестке улицы 9 Апреля и Фрунзе пробка есть небольшая. В центре города, возле центрального рынка, автомобили двигаются свободно. Итак, Ленинский проспект, пробки мы здесь не наблюдаем. И стакадный мост, здесь тоже пробки нет, все свободно, дорогие друзья. Информация о курсе валют. Один доллар сегодня стоит 57,60 рубля, евро 62,95 рубля и польские зоты 14,80 рубля. Еще раз огромное спасибо. Этим эфиром мы хотели сказать вам, дорогие наши телезрители, давайте помнить, давайте не забывать, давайте не переначивать, не переписывать те факты, которые были давным-давно. И, друзья, хотели бы мы под конец эфира поздравить вас с Днем Великой Победы. Субтитры сделал DimaTorzok